Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и 6 часов назад произошло нечто очень-очень потрясающее для криптовалютного рынка, для биткоина, эфириума и других криптовалют. Binance одержал первую значимую победу над SEC. Да, это случилось достаточно быстро после подачи иска против Binance. Вот в чем суть. 6 часов назад появились совершенно шокирующие для SEC новости. Последние несколько дней многие ожидали от регулирующих органов США каких-то громких заявлений насчет Binance. Вдруг Министерство финансов США или Комиссия по ценным бумагам и биржам США или Комиссия по торговле товарными фьючерсами США за время после подачи иска против Binance обнаружит огромные злоупотребления власти внутри биржи или же огромные суммы клиентских денег, которые CZ и другие руководители украли. И все остальное, в чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Binance и CZ. Если эти обвинения в иске правда, то Binance занимался тем же, чем в свое время занимался FTX. И если это все правда, то мы уже должны были узнать это за эти дни. Комиссия SEC не упустила бы возможность вывалить это грязное белье на публику. Однако на сегодняшний день все эти обвинения были отвергнуты судом в США. Более того, суд зашел еще дальше и сказал, прямая цитата из судебного заявления судьи по текущему делу SEC против Binance, у SEC нет абсолютно никаких доказательств. Если ты помнишь, SEC попросила временно заморозить активы американской платформы Binance. И цель этой заморозки, очевидно, заключалась в том, чтобы предотвратить объединение или перекачку активов из американского подразделения Binance в глобальные. Другими аналитиками заморозка активов рассматривалась как шаг по уничтожению Binance US. Но после того, как суд сказал, что нет никаких доказательств у обвиняющей стороны, у многих возник вопрос, а не происходит ли здесь что-то подозрительное? Готовится ли еще один FTX? Является ли Binance карточным домиком, который вот-вот развалится? Если ты давно работаешь в криптовалютном пространстве, ты знаешь, что у Binance сложилась репутация одной из самых безопасных бирж для хранения денег. А сам Binance при этом является надежным местом для ведения бизнеса. Конечно, ты никогда не должен оставлять свои деньги на какой-либо бирже, но все-таки Binance репутационно из всех бирж кажется наиболее безопасным. Судебный процесс против Binance это фактически вопрос. Является ли Binance новым FTX? Новой мошеннической схемой и карточным домиком, который развалится от дуновения ветра? И то, что мы увидели сегодня, говорит нам кое-что. Это говорит нам, что проверка, подобная той, через которую проходит сейчас Binance, может в итоге оказаться полезной для Binance и для всего криптопространства, для всего рынка. Если в итоге проверяемый окажется хорошим игроком, а не новым FTX. В данном случае проверяемый это Binance. Я не говорю, каким, по моему мнению, будет результат. Я, конечно, надеюсь, что у нас не будет второго FTX ради блага всего криптосообщества, ведь это было бы ужасно трагично для рынка, если Binance окажется таким же мошенническим и манипулятивным, как FTX. Особенно, если Binance ворует деньги клиентов. Однако первые последствия этого судебного иска 6 часов назад показывают, что дело, которое SEC выдвигает против Binance, кажется крайне неубедительным. И не для меня, не для тебя, а для судьи, который говорит, что нет абсолютно никаких доказательств о SEC. И что обвинения кажутся абсолютно ложными. Так, по крайней мере, заявляет судья. Пока что это абсолютный, огромный шаг вперед в понимании того, на кого действительно можно положиться в этой индустрии. Конечно, судебный процесс еще не закончен. И в процессе мы можем узнать много чего интересного. Именно поэтому я буду держать тебя в курсе событий на этом канале. Подпишись и поставь лайк. И мы явно не хотим увидеть в конце, что Binance это новый FTX. Этот судебный процесс, вероятно, самая большая вещь в криптопространстве после судебного процесса против Ripple XRP. И за этим нужно следить в ближайшие месяцы и, возможно, годы. Но самое интересное, что генеральный директор BitGo утверждает, что победа Ripple в судебном процессе SEC против Ripple XRP может вызвать цепную реакцию на регуляторном фронте. То есть победу всех остальных криптокомпаний. Я думаю, что это справедливо и для победы Binance. Если вдруг Binance победит первым, то и Ripple XRP получит больше шансов. И мне кажется, что это будет очень большим толчком для криптовалютного рынка. Для биткоина. Для Ripple XRP. Для Binance коина. Для Trust Wallet токена. И для остальных криптовалют. На меня зовут Богатейший Ди. И если такие быстрые обновления по самым важным событиям из мира криптовалюты тебе нравятся, не забудь поставить лайк. Это очень поможет мне и моему каналу. Большое спасибо. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин